Сибирь 12 июня на площади у памятника труженикам тыла торжественно открыли третий трудовой семестр студенческих отрядов Омской области. Со стартом рабочего сезона бойцов поздравил губернатор региона Александр Бурков. Поздравляю вас с началом трудового семестра и с 55-летием стройотрядовского движения. За эти годы многое что поменялось в жизни, но по-прежнему большинство студентов вместо заслуженного отдыха выбирают трудовую целину. И это заслуживает безусловно уважения. Я желаю вам хорошей трудовой целины, чтобы она была с песнями, с трудовыми достижениями, чтобы не было аварий и травматизма. Но были высокие заработные платы. Стоящие здесь ребята в Целинках будут самыми лучшими, самыми сильными бойцами, на которых будут равняться бойцы из других регионов страны. Мы верим вас! Депутат Государственной Думы Российской Федерации Елена Мизулина также дала ребятам напутствие и поделилась своими мыслями по поводу студотрядовского движения. Это время большой романтики, дружбы, влюбленности, любви, ожиданий. Это удивительное время. И я желаю вам его не стараться быстро пройти. Растяните, задержите вот это ощущение дружбы, вместе, работы, влюбленности, мечты. Более 4000 студентов в «Синих бойцовках» будут работать этим летом в 36 городах России. Из рук губернатора представители зональных штабов приняли флаги Омской области. Командирам отрядов выручили путевки на места работы. Нашему отряду дали путевку на всероссийский проект «Ялта». Мы туда едем уже в третий раз. Это находится в Крыму в отеле «Ялта интурист». Это один из лучших отелей Черноморского побережья. Мы там работаем на разных специальностях. И помимо этого занимаемся активной деятельностью. В этом году планируем взять знамя проекта, стать лучшими, победить и привезти это знамя в Омскую область. За два года в студенческих отрядах я чувствую, как я выросла, насколько я стала более компетентной. Я здесь приобрела семью. У меня здесь очень много близких мне друзей, ради которых я готова на все. И я думаю, что для моего студенчества это самое важное. В этом году география очень обширная у нашей работы. Начиная от Курильских островов, заканчивая Калининградом. Отряды проводников наши многочисленные. И работают по всей стране, ездят, сопровождая пассажирские перевозы ОФПК. Ну а что касаемо всероссийских строек, самых масштабных, это всероссийская стройка «Север» в республике Саха и Якутия на строительстве Чайдинского месторождения газопровода «Сила Сибири». Ну и традиционно всероссийская стройка «Мирный атом», который в городе Озерске на строительстве атомной электростанции. Ну и такие нельзя не отметить наш омский нефтеперерабатывающий завод. Набирают обороты созданные относительно недавно школьные трудовые отряды. В этот день они получили свои путевки на городские объекты из рук мэра Омска Оксаны Фадиной. По нашим улицам медведи ходят, говорят, и морозы минус 30. Это реально, это наша земля, и я это муран, это наши сибирские федеральные. Весь июнь, практически каждый день с Омского вокзала студотрядовцы отправляются на Целину по всем направлениям. В Геркут отправляется в путь! Это строительный отряд «Геркут». Ребята впервые едут в город Озерск на «Мирный атом» – федеральную стройку объектов атомной отрасли. Нас ожидает очень плотная и хорошая работа на атомной электростанции, соответственно. Будем очень сильно и упорно работать. Некоторые ребята будут заниматься бетонными работами, земляными, ну и многими, соответственно, другими. Геркут – один из лучших отрядов Омской области. В прошлом году именно они привезли знамя с космодрома «Восточный». Мы с ними связываем очень серьезные надежды, чтобы и с этой всероссийской стройки у них удалось привезти знамя, но как минимум достойно представить регион. Мы в этом не сомневаемся. Ребята заряжены, ребята хотят работать, ребята стремились к этому. Очень благодарны РЖД, которые нам помогают и способствуют. Мы благодарны работодателям, которые оплачивают большинство эту дорогу. И на сегодняшний момент у омских студентов есть возможность работать в 36 объектах Российской Федерации. Перед поездкой на всероссийскую стройку ребята досрочно сдавали сессии, договаривались о производственной практике. Трудиться на благо страны они будут до конца августа. Что-что, но поездка у нас действительно будет сложная. Мы на «Мирный атом» едем впервые, так что показывать будем уровень там. Подготовка! У нас вся ночь впереди и поезд. Будем веселить. Все, я, наверное, побежала. Яна, пока! Пока, Яна, пока! Все, Яна, пока! Ян, пока! Все, 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 все! Счастливого пути! Счастливого пути!